Современный керлинг-центр возводят в столице Приморья. Все объемные работы завершены, готовность здания почти 80%. Сдать объект планируется в третьем квартале текущего года, во время проведения ВФ-2023. Ход работ проверил министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов. Здесь можно будет заниматься ледовыми видами спорта, такими как керлинг, фигурное катание, а также просто с учетом универсальности этого спортивного комплекса. Существует вот просто застил этой ледового поля, а и с матами можно будет проводить различные мероприятия спортивные. С нового учебного года стартует набор в отделении керлинга Краевой спортивной школы Олимпийского резерва. Занятия для юных спортсменов будут бесплатными. Консессионное соглашение, которое заключено у нас было, оно подразумевает, конечно же, и предоставление бесплатного времени для занятий керлингом наших спортсменов, нашего подрастающего поколения. С учетом того, что у нас есть и существует сегодня отделение в Краевой спортивной школе Олимпийского резерва, поэтому, конечно же, время будет для бесплатных занятий керлингом. В спортивном комплексе предусмотрено пять дорожек для керлинга, два спортивных зала для общей физической подготовки, точка питания, медкабинет, раздевалки и тренерская. Также рядом с ледовой ареной планируется возвести гостиницу и реабилитационный центр. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.